Ильха Малиева Азербайджан, как правило, достаточно прочно входит в такую вторую группу государств, то есть послелидерских, которые следуют с огромным отрывом. Это наш обычный четырехугольник или трехугольник, в данном случае Россию мы исключаем, Украина, Белоруссия, Казахстан. Следом идет группа государств, которые несколько меняются. Как правило, в ней оказываются Молдавия, Армения и дальше уже с различиями. Иногда попадает в нее Азербайджан, иногда Узбекистан. Но, как правило, вот эта тройка-четверка, она идет вторая такая по списку, с большим отрывом от лидеров. И на третьем месте, собственно, уже те государства, с которыми у нас либо некие проблемы, как Грузия, например, либо это те государства, в которых произошли там трагические события, либо те, о ком мы ничего не знаем. Я говорю о Киргизии в первом случае, в втором случае Туркменистан. То есть, конечно, я бы назвала, если говорить именно об Азербайджане, это такая страна-середнячок по оценкам населения. К сожалению, о ней мало известно, мало знают россияне, мало знают и о лидере, хотя имя узнаваемое, но, тем не менее, мало о нем знают. Это вот тот случай закрытости общества, внутренней закрытости, который оказывает негативное воздействие и на такую ситуацию. Что касается других исследований, которые мы проводили с нашими коллегами на постсоветском пространстве, в том числе из Азербайджана, как я уже говорила, к нашему стыду нужно признать, что к россиянам испытывают интерес гораздо больше наши соседи, чем мы к ним. Азербайджан не входит в число лидеров по рейтингу интереса к истории и достопримечательностям, во многом еще и потому, что просто об этом мало известно. Мало туда ездят, ну и чем моложе, тем меньше интерес именно к таким государствам. То есть больше интерес, немалый интерес к странам ближайшим, соседям, самым близким, к более отдаленным государствам интерес меньше, если говорить в возрастном плане. Поэтому, конечно, если бы Азербайджан занялся просвещением и на российском пространстве, и как-то больше открылся россиянам, если бы говорить именно о российских таких отношениях, то было бы лучше. Но вы знаете, такая ситуация не только в России. Если мы сравниваем ситуацию в других государствах, то есть интерес к Азербайджану со стороны белорусов, украинцев, казахов, к примеру, по тому же исследованию, которое мы проводили совместно с нашими коллегами в других странах бурс-соединского пространства, ситуация примерно одинаковая, а в России они тут не выделяют никак ни в худшую, ни в лучшую сторону. Интерес к Азербайджану более высок, как правило, у государств, которые являются его соседями прежде всего. Азербайджан Азербайджан Азербайджан